К другим новостям. Банки пошли на снижение ипотечных ставок. Пока смягчили условия для покупателей два флагмана рынка ВТБ-24 и Сбербанк. Но экономисты прогнозируют, что вслед за ним потянутся и другие. Вместе с тем риэлторы уверены, такой шаг финансовых учреждений говорит о том, что никаких кризисных потрясений в ближайшее время ждать точно не стоит. Насколько снизились ставки и с чем это связано, расскажем прямо сейчас. Сегодня клиентов в этом банке встречают радостной новостью. Ставки по ипотеке снижены на полпункта и составляют теперь 12,5%. Уступка вроде небольшая, но довольно ощутимая для тех, кто решил приобрести свое жилье. Изменения коснулись только тех клиентов, которые не получают зарплату через Сбербанк. Отмечу ранее, им не делали таких дополнительных скидок. Как говорят специалисты банка, нынешние перемены диктует рынок. Те изменения, которые происходят на валютном рынке, они как раз формируют предпочтение клиентов для вкладывания своих средств в недвижимость. И второе, это конечно сезон, связанная с активностью клиентов по покупке жилья. То есть мы понимаем, что существуют определенные пики и спрос, и банк к этому сезону готовится и предлагает адекватное решение. Изменили систему ипотечного кредитования и ВТБ-24. Раньше ставка была здесь плавающей, зависела от многих факторов. В среднем составляла 13%. Теперь же ее размер определяет только сумма займа. Чем она больше, тем ниже процент. Поэтому максимальная ставка 12,85%, а минимальная 11,25%. Как нам пояснились сегодня специалисты, такие изменения связаны с новой стратегией развития учреждения. Эти банкиры намерены откусить у других еще часть рынка и занять долю в 40%. Правда здесь же не исключаю, что вслед за таким демпингом конкуренция вырастет еще больше. Я думаю, что изменения в корне системы процентных ставок на сегодняшний день, что произошло с ВТБ-24, это будет очень хорошим примером для других банков. Я думаю, они последуют данному примеру и возможно какое-то изменение произойдет. Но в ту или иную сторону, конечно, спрогнозировать сложно. В предвкушении прибыли потирают руки риэлторы. Они ждут, что снижение ставок позитивно скажется на спросе. При этом руководители крупных компаний уверены, что такое поведение банкиров говорит прежде всего о том, что никаких финансовых потрясений, вопреки слухам, не будет. Как только кризис в 2008 году появился, сразу же ужесточились ситуации по заемщикам и сразу же полезли проценты вверх. Почему? Банки попытались оградить себя от этой ситуации. Здесь идет пока, при снижении ставок, требования к заемщикам пока не усиливаются. Это означает, что все идут пока на расширение своего бизнеса. Добавлю, в последний раз ипотечные ставки падали в марте прошлого года. Тогда также флагманы рынка уступили клиентам целый пункт. Напомню, в конце января президент Путин вновь потребовал снизить жилищные проценты. По его словам, они должны превышать ставку рефинансирования, который сейчас составляет 8,25%, максимум на 2-2,5 пункта. Банкиры говорят, пока этого уровня достичь сложно, но они работают над этим. Наталья Истомина, Сергей Кашин, Афонтова новости. На рынке недвижимости вскоре могут произойти и другие важные изменения. В частности, Минэкономразвитие предлагает снизить подоходные налоги для тех, кто сдает свое жилье в аренду. И сейчас рядом со мной в студии находится Александр Прудников, который как раз и разбирался в этой теме. Александр, ты сам-то как считаешь, эта мера вообще нужна? Я поддерживаю в этом вопрос Минэкономразвития, потому что действительно налоги из физлистов, то есть нас с вами, это, пожалуй, одна из самых собираемых частей в бюджете. Хороший способ его пополнить. Всем понятно, что большинство у нас людей сдают квартиры в аренду в темную, скажем так. То есть никакие документы не оформляют. Поэтому, ну вот, одна из мер как-то их так стимулировать, чтобы выходить из тени, это вот снижение налога. Ну что ж, смотрим сюжет. Согласно налоговому кодексу, любой доход, полученный от сдачи квартиры в аренду, подлежит обязательному налогообложению. Сдавали вы жилье на месяц или год не имеет значения. Налог оплатить обязаны. Ставка на доходы физлиц составляет сегодня 13%. Но доказать факт сдачи жилья в наем довольно сложно. Поэтому большинство арендодателей предпочитают делать это неофициально. Жильцы объявляются дальними родственниками. И все в порядке. Владелец не платит налог и не включает его в стоимость квартиры. Выгодно всем сторонам. Но не государству, которое не получает миллиардов рублей. Чтобы это исправить, Минэкономразвитие предложило ослабить налоговое бремя и снизить ставку до 7-8%. Стимулирует ли это владельцев квартир вывести свой небольшой бизнес из тени? Вопрос спорный. Вряд ли эффект будет виден сразу. Граждане будут заинтересованы выходить из тени, если будет четко понятно, что это долговременный процесс, а не механизм выманивания арендодателей на свет, а потом через пару лет обложить их повышенный ставк. Кроме вопроса доверия, есть еще вопрос экономической выгоды. Когда недвижимость растет в цене медленными темпами вместе с уровнем инфляции, доход от сдачи жилья в аренду сопоставим с доходом от размещения эквивалентной стоимости квартиры на депозитах в банках. Поэтому дополнительно еще с этого дохода платить еще какие-то повышенные 13% налога не в состоянии. Более того, что им надо донести еще коммунальные платежи, расходы по поддержанию имущества. Поэтому на сегодняшний момент граждане не могут себе позволить, вернее им невыгодно платить этот налог, потому что им проще держать деньги на счета в банке и получать аналогичный доход. Еще один важный момент – это возможность легко оплатить налоги. Процедура не так уж сложна, но может отнять время. И раз уж человек проявил сознательность и решил честно платить налоги, то ему хотелось бы делать это с комфортом. Раз теряешь деньги, то хотелось бы не терять времени. Может быть, тогда нужно сделать более комфортной и более, как сказать, упрощенной, что ли, схему налогообложения. Условно говоря, там, так, фантазия, как будто как оплата коммунальных платежей. То есть человек, тот, который сдает квартиру в наем, должен совершенно легким способом оплатить то бремя налоговое, которое на него может возлагаться при условии сдачи квартиры. Официально оформленные отношения позволяют получить защиту как нанимателям от недобросовестных арендодателей, так и владельцам квартир от нечестных съемщиков. Но экономическая выгода пока перевешивает потенциальные потери. Одним из решений могло бы, наверное, в том числе послужить, как конкуренция наймодателям, это создание и строительство доходных домов, как есть в Европе. То есть есть владелец доходного дома, он сдает квартиры по договору официально и, соответственно, оплачивает налоги. Но это тоже схема, во всяком случае, для Красноярска, я думаю, что это не ближайшая перспектива. Есть доходные дома и в Санкт-Петербурге, и в Москве, но их совсем единицы. В целом, снижение ставки налогов в два раза может и не выведет из тени всех, кто сдает квартиры в аренду, но какую-то часть к легализации своих доходов точно подтолкнет. Осталось теперь дождаться, когда эта инициатива Минэкономразвития будет реализована. За год тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 11,6%. Больше всего услуги выросли в Башкирии на 23,6%. Пятеркульеров замкнули Санкт-Петербург, Калужская, Астраханская и Тверская области. Там рост составил 14-15%. Красноярский край по этому показателю находится примерно в середине рейтинга, на 43-м месте. У нас тарифы выросли на 11,3%. Больше всего повезло жителям Ямала-Ненецка автономного округа. Там услуги ЖКХ подорожали за год всего лишь на 2,6%. Однако, если учитывать инфляцию, то тарифы выросли в подавляющем большинстве не более чем на 6%. Правда, нам от этих нюансов не легче. Рейтинг регионов составляет аналитики компании «Финэкспертиза». Продолжение следует...